20 лет, а то и больше, территория бывшего машиностроительного завода ждала свой час икс. Место напоминает пустырь. Вдалеке полуразрушенные постройки. Вблизи мусор. При этом отчетливо слышен запах мазута, а кое-где черные пятна проступили на поверхность. Проблему решат к 2023 году. Сейчас уже завершен этап подготовки проектной документации. Выбрана подрядная организация. Предварительно площадь загрязнения 8 гектаров. Для более точных прогнозов специалисты взяли почву для лабораторных анализов. На месте работает спецтехника. Эта машина для того, чтобы мы могли попасть на глубину, потому что интересно, насколько проникло загрязнение нефтепродуктами. Проводится отбор монолитов, также на инженерно-геологические, чтобы принять в дальнейшем проектные решения были какие-то верные. Проводится потом отбор проб и они сдаются в лабораторию, в которой уже проводится анализ, на основании которого мы можем сделать оценку. В среднем подобный анализ занимает две недели. В целом проект должен пройти сразу две государственные экспертизы – экологическую и строительную. На их основании можно будет приступать к рекультивации. Здесь будет в последующем вывезен весь нефтезагрязненный грунт, будут демонтированы все здания, строения, сооружения. В случае, если будут обнаружены некие подземные резервуары, они также будут демонтированы. И в последующем эта территория будет включена в полезное использование города Ульяновска. К подобным объектам нефтезагрязнения относится и памятник природы Виновская роща. Там экспертизу уже провели. Решен вопрос финансирования. 250 миллионов рублей поступили из федеральной казны. Обе территории облагородят по нацпроекту «Экология».